Декабрь Декабрь это время чудес и волшебства, когда все ждут Деда Мороза, поэтому в детскую деревню Сос он тоже приедет. И в качестве новогоднего подарка с ним приедет известный хоккеист Илья Ковальчук. В рамках проекта «Школа героев» известные спортсмены и артисты делятся с ребятами своими историями из жизни, рассказывают, как преодолеть трудности и чего они добились в раннем возрасте. Например, Илья Ковальчук попал во взрослую команду в 16 лет и уже во втором сезоне был назван лучшим новичком года. Как Илья отреагировал на предложение встретиться с детьми? Прекрасно отреагировал и он гораздо раньше приехал, но поскольку у СКА сейчас очень напряженный график, они играют, у них идет сезон, поэтому только сегодня мы нашли время. Илья, мне кажется, как никто лучше, так как еще он является попечителем нашего проекта. Именно он завершит этот 2017 год своим присутствием и подарками детям. А сколько вы шайб всего забили? Вы смотрите хоккей? Болеете? Нет. Ну, вообще, я больше люблю футбол, но я ходила на некоторые игры в Sky, и они очень хорошо играют, мне понравилось. А как вы думаете, почему должны проводиться такие встречи? Ну, для развития, чтобы мы знали, кто это такие и чем они занимаются. Открыть новые какие-то творческие способности в себе, найти что-то новое и понять, что для тебя будет главное в жизни, чем ты будешь заниматься, развиваться. Дети. Это все, ради чего мы вообще живем, и поэтому очень приятно увидеть детишек, которых не самое легкое положение в обществе, но мы их будем поддерживать. И дай бог, из них тоже будут и хорошие спортсмены, и просто хорошие люди, поэтому с большим удовольствием приехали. А какие качества нужны, чтобы стать хорошим хоккеистом? Трудолюбие, в первую очередь, потому что какую-то цель перед собой ставишь, надо обязательно к ней идти, не сдаваться. Поэтому, вот это, наверное, самое важное трудолюбие. А если бы вас ударили по левой щеке, вы бы поставили правую или все-таки сдали сдачу? Ну, наверное, дал бы сдачу. А почему? Ну, такое. И вообще хоккей – это эмоциональный вид спорта, мужской. Там можно и получить, и ударить. Сегодня на встрече дети буквально засыпали людей вопросами. Среди них были серьезные и самые неожиданные. Например, сколько весит хоккейная форма, сколько книг он прочитал, и даже с какой ноги он стал сегодня. А какой подарок из детства вам заполнился больше всего, ну, который подарили вам на Новый год? На Новый год? Наверное, санки первые. Я был совсем маленький, но с сестрой со старшей катались после. Это очень приятно было. А кто был вашим кумиром в детстве? Моим кумиром в детстве в первую очередь был мой отец. Поэтому мне повезло с родителями. Их не выбирают, но в моем случае мне повезло, я очень горжусь им. Подростковый возраст обычно называют трудным. Он был у вас трудным? Как вы с ним справлялись? Ну, мне, наверное, помогало то, что я занимался спортом. Ну, вообще, конечно, трудно. И сейчас я это сам начинаю понимать уже со стороны папы, потому что старшей в очереди у нас уже 12 лет, и это не самый легкий возраст. На памяти сегодняшней встречи у каждого ребенка из детской деревни СОС останется вот такой вот шарик с автографом Великого Лечка. На предновогоднем занятии в Школе Героев побывали Олеся Андронова и Маша Андронова. Продолжение следует...